Приветствую вас! Как вы, я надеюсь, понимаете, причин у такого поведения молодого человека может быть очень много, и гадать мне, наверное, не представляется оптимальным, потому что может быть правда много причин, начиная от детских страхов каких-то и детской неуверенности, и заканчивая, значит, какими-то насущными задачами мужчины по отношению к вам, вот прямо сейчас. То есть у мужчины может быть цель какая-то, связанная именно вот с тем, что вы делаете, с тем, как вы находитесь в отношениях, как они у вас развиваются и так далее. Вот. То есть это вот нужно, нужно это понимать. Обязательно. Хотелось бы только, наверное, сказать такую важную деталь, да, хотелось бы сказать такую важную деталь, что мужчина делает это из-за эгоизма. Вот. Мужчина делает это именно из-за собственного эгоизма. То есть человеком движет его собственные желания, человеком движет его собственные стремления, и, 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 что важно, что важно, что важно, человек думает в этот момент о себе, он не думает в этот момент о вас совершенно. То есть вы его не волнуете. Вы его абсолютно не волнуете. В этот момент волнует его только он, волнует себя. Вот. Значит, целью, его целью является самоутверждение, как правило. Целью его является достижение каких-то своих собственных желаний, собственных стремлений. Целью его являются какие-то знания. То есть именно вот он хочет знать что-то. Ему важно знать что-то. Ему важно знать что-то, что связано с вашими отношениями. Вот. Но в любом случае мужчина игнорирует то, что вам хочется, то, что для вас важно, то, что вам ценно и так далее. Все это мужчина, по сути дела, игнорирует. И, на мой взгляд, это является ключевым моментом. То есть, конечно, есть вероятность того, что мужчина просто, знаете как, ну, просто забылся, просто запутался, да, например. Вот. Такое, в принципе, вполне может быть. Вот. Такое, в принципе, вполне реально может быть. Вот. Это не означает, что человек, знаете, вас как-то сознательно использует. Да, это совсем не означает. Вот этот факт. Совершенно. Но, тем не менее, то, что им движут его собственные желания, это очевидно, к сожалению. И я полагаю, что для того, чтобы ситуация изменилась, нужно действительно сделать так, чтобы он увидел, что поступать подобным образом, вообще-то говоря, нельзя. Что поступать подобным образом, вообще-то говоря, очень некрасиво. Вот. Ну, опять же, только в том случае это возможно. Если человек действительно заинтересован в том, чтобы вам было хорошо, если человек действительно заинтересован в том, чтобы вы были счастливы, вы, именно вы были счастливы. Вот. И так далее. Если человек не заинтересован в этом, если человека это не волнует, вот самого по себе, если его не волнует, ну, если его не волнует ваше состояние, то здесь ситуация, к сожалению, весьма-весьма скверная, потому что в таком случае мужчины вас просто используют. Вот. Итак, цель, если мы не говорим о частностях, цель заключается именно в том, что мужчина думает о себе, и мотивы его эгоистичны. И его цель, это получить то, что ему нужно, быть спокойным, быть в комфорте. Любой ценой. Вот. Примечательно, что вы написали «Добрый вечер, эксперты» и «Грустный смайлик». Ну, вы уже, я так понимаю, не первый раз обращаетесь, поэтому понимаете, что к экспертам не обращаюсь, когда всё хорошо, да? Вот. Я полагаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, почему я не уделяю внимание частным моментам? То есть, почему я не говорю, например, что это может быть из-за ревности, из-за неуверенности в себе, из-за желания там что-то доказать, или по причине того, что он боится чего-то. Я не говорю всех этих вещей, потому что для, значит, разговора об этом нужен более подробный психологический портрет вашего мужчины. Если психологического портрета нет, то, соответственно, нельзя выносить такие суждения, к сожалению. Поэтому, если вам хочется узнать, что им движет более конкретно, помимо того, что я сказал, то профессионально, ну, с точки зрения вот именно профессионально, правильнее было бы хотя бы одну консультацию провести с вами, чтобы разобраться с тем, что это за мужчина, и, соответственно, что ему свойственно, а что нет. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!